Приветствую вас, друзья, на канале Чуча ТВ. Сегодня поговорим о одной из самых наболевших тем в 3D-печати, с которой сталкиваются не только новички, но и профессионалы. Речь пойдет об адгезе рабочей поверхности. В процессе эксплуатации 3D-принтера вы могли заметить, что со временем адгезивный слой вашей поверхности ухудшается, из-за чего при многочасовой печати детали просто-напросто отваливают. В 3D-печати используются разные подложки, начиная от обычного стекла и заканчивая всевозможными ультрабазами. Это то же самое стекло, но покрытое сверху специальным адгезивом. Ну и конечно не стоит забывать о всевозможных ПИ-подложках. Конечно у вас возник сразу вопрос, что же делать? Неужели нужно бежать и покупать новую трубазу, стекло или же магнитную поверхность? Нет, конечно. Можно использовать подручные средства, чтобы восстановить прежние свойства этих подложек. Все вы помните из моих многочисленных обзоров клей БФ2. Это термоактивный полимер, который используется для склеивания различных поверхностей. 100 мл бутылка этого клея стоит всего лишь 4 доллара. Что на мой взгляд немного, ведь этой небольшой бутылки вам хватит на много-много месяцев. Но в таком виде наносить на поверхность не рекомендую. Из-за того, что клей очень активный, да и к тому же еще и густой, если его не разбавить, то вы просто не успеете намазать его на стекло. Он, во-первых, ляжет очень толстым слоем, будут разводы и в итоге качество адгези наоборот еще ухудшится. Поэтому из моего личного опыта самым правильным решением будет разбавить этот клей с изопропиловым чистым спиртом. Обязательно старайтесь найти именно вот такой вот изопропиловый. Он используется в аудио-видеооборудовании. Главным составляющим клея БФ2 является поливинил-бутераль. Это полимер, о котором я говорил ранее. И чтобы его смешать, нам нужно взять 50% изопропилового спирта и 50% этого клея. Как показала практика, данное средство работает просто отлично со всеми видами пластика. И практически на всех поверхностях, которые только существуют. Его можно смело наносить на обычное стекло. Он держится превосходно. Также восстановить свойства ПИ-подложки. Ну и мало кто знает, это средство отлично восстанавливает адгезию на ультрабазах. То есть оно не остается практически на поверхностях. Оно впитывается вовнутрь в адгезивный слой самой ультрабазы. И в итоге она работает как новенькая. Но не могу не отметить, БФ2 имеет определенные недостатки. Во-первых, у него очень неприятный запах. К тому же он не экологичный. Ведь он основан на поливинил-бутерале. То есть, грубо говоря, на фенолформальдегидной основе. Ну а это уже сами понимаете, не особо хорошо для здоровья. Конечно, в небольших количествах, которые мы намазываем на стол, не так вредно. Но проветривать помещение все равно стоит. Ну и последний минус. Через определенное время вам придется его снять в подложке. А это сделать будет сложно. Ведь водой он не смывается. Спиртом тоже очень сложно. Самым оптимальным вариантом является снять обычным шпателем. Это и просто, и быстро, и легче. Конечно же, многие из вас зададут вопрос. Есть ли альтернатива БФ2? Энтеродез. Лекарственный препарат, который зачастую продается в странах СНГ. В пакетике 5 грамм, кто-то разводит в чистом изопропиловом спирте. Или же, например, в этиловом спирте. Но при этом некоторые добавляют еще воду, чтобы энтеродез лучше растворялся. К сожалению, в Украине энтеродез не продается в свободном доступе. Его нужно заказывать заранее, за 2-3 недели. И стоимость 5-граммового пакетика вам обойдется в 20 долларов. Что, во-первых, долго и дорого. Поэтому, друзья, я почитал состав этого энтеродеза, и оказалось, что главным веществом является поливинил пиролидон. Так называемый ПВП. Все вы знаете карандаш Эрих Краузер, который часто используется для 3D-печати. Именно для адгезива. И как раз он и сделан на ПВП-основе. То есть, вот эта аббревиатура ПВП, это и есть поливинил пиролидон. Продается в интернете. Но будьте внимательны, потому что, к сожалению, не все продавцы адекватны. И могут прислать вам качественный порошок. В моем же случае мне не повезло. Мне прислали вот такие вот 100 грамм пакетика, ценой в 4 доллара. Но как я не пытался разводить его в различных пропорциях, и с водкой, и с изопропиловым спиртом, с обычным спиртом, с водой. К сожалению, ничего не получилось. Качество адгезии просто отвратительное. Поэтому за консультацию я обратился к коллегам по 3D-печати. Чтобы разъяснили, возможно, что-то я делаю не так. И на помощь мне отозвались ребята из Тифлотехнической лаборатории Харьковской специальной школы имени Владимира Короленко. Которые не только мне рассказали инструкцию, как приготовить, контакты, где купить, но еще и прислали в подарок вот такую вот бутылку уже разбавленного и смешанного вещества. И за это им огромная благодарность. Мы сегодня обязательно протестируем этот средств. Также, друзья, хочу отметить, что ребята из этой лаборатории занимаются очень важной деятельностью. Они разрабатывают, проектируют различные вещи для незрячих деток. Поэтому, уважаемые зрители, если у вас есть желание помочь ребятам проектами, идеями, расходниками или, может быть, финансово, то ссылку на сайт школы скину обязательно под видео в описании, так же, как и ссылку на их официальную страницу Facebook. Обязательно перейдите, посмотрите и поддержите ребят. Перед тем, как начнем проводить тестирование, давайте расскажу, как же смешивать энтеродез. По рекомендации ребят из Тифлотехнической лаборатории, нужно взять 5 грамм вещества поливинил-пиралидона и добавить в этиловый спирт, то есть 5 грамм поливинила на 250 мл этилового спирта. Дать немножко ему постоять и после этого можно наносить на поверхность. Ну вот, а теперь мы можем перейти уже непосредственно к тестированию. Перед вами вот такой вот чистый лист нержавейки для магнитной подложки 3D принтер Альтрон CXY2 Pro. Первый сектор мы смажем энтеродезом, он же повидон, он же поливинил-пиралидон. Второй же сектор мы смажем клеем БФ2 плюс изопропиловый спирт. Ну а третий сектор мы смажем новым веществом, которое я купил в аптеке, ради эксперимента. Называется бета-йод. В нем присутствует поливинил-пиралидон. В любом случае, многим из вас будет интересен конечный результат. Как я говорил ранее, клей БФ2 является термоактивным. И вы можете просто не успеть нанести тонким слоем. Поэтому лучше на холодную. Обратите внимание, никаких налетов нет, полос нет, потому что мы разбавили качественным изопропиловым спиртом. 99,9%. Бета-йод и энторадез будем наносить на немножко теплый стол. Возможно, это глупая затея использовать бета-йод, но это все-таки интересный эксперимент. Почему бы нет? Вот так наносим. И посмотрим, какой будет в итоге результат. Ну а теперь берем поливинил-пиралидон. Установим, чтобы не зацепить наши поверхности. Немного пшикаем, буквально пару раз. Итак, уважаемые зрители, напомню. Здесь у нас чистый БФ2, здесь у нас бета-йод, а здесь чистый энторадез. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Печатать каждую букву отдельно приходится в один слой. Если адгезия не хватает, слой совершенно не хочет укладываться. Так, калибровочный кубик, распечатанный на БФ2. Здесь у нас геометрия полный порядок, но видим небольшое пятнышко от БФ2, которое осталось на модели. И это, честно говоря, не особо приятно. Особенно при печати, например, логотипов. Обратите внимание на поверхность. Есть определенные проблемы с адгезией в некоторых участках. В данном случае БФ2 справился, ну, максимум на четверку. С бета-йодом у нас вообще проблем никаких. То есть чистая поверхность. Но при этом мы видим вот такие вот пятнышки на модели, которых не должно быть. Ну и третья модель, напечатанная на энтеродезе. Пятен никаких нет, геометрия в норме. Кубик получился отлично. При этом нижняя поверхность получилась немного лучше, чем у БФ2 и бета-йода. А вот, друзья, и конечный результат. Ну и последний тестовый элемент – это юбка. Она идет у нас в три слоя. Каждый слой отдельно укладывался. На БФ2 держится очень хорошо. Так же, как и на бета-йоде и на энтеродезе. А теперь давайте подведем итог. Все три средства справились со своими задачами. Даже на мое удивление, бета-йод из аптеки показал себя очень даже достойно. Его можно использовать в 3D-печати. Но все-таки, наверное, лучше предпочтение отдать или же БФ2, или же энтеродезу. При этом, в отличие от БФ2, у энтеродеза, конечно, значительно больше преимуществ. Как я и говорил ранее, он совершенно не пахнет. Он экологичный. Легко смывается с покрытия обычной водой. По густоте он ничем не отличается от обычной воды. Его легко можно распшикать на поверхность. Неудивительно, что энтеродез, он же повидон или поливинилпиралидон, часто используют в 3D-печати не только новички, но и профессионалы. А на этом я буду с вами прощаться. Надеюсь, это видео оказалось вам полезно и интересно. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал. А с вами был Макс. До новых встреч. Пока-пока.